Тема доклада натоига и наркобардизма. У меня главный акцент не столько на натоигах, сколько на наркобардизмах. Сергей Владимирович сам не хотел одобрять мой доклад, считая, что это всего лишь разговор о другом языке, что это всего лишь перевод на другой язык. Но, скажем, мне бы очень хотелось слышать некоторые вещи чужих докладов именно с употреблением этого языка. Он считает, что язык кабардизма является базисным в теории квантовых вариантов, в теориях и логическая квантовая теория поля. В таких теориях понятие кабардизма является важным. Ну, как мы обсуждали раньше, да. Ну, в общем, извиняюсь, как это звучало здесь. Так вот, начну. Я на кабардизм. Кабардизм, что это такое? Формально это можно сказать так, что это многообразие, взамен его размера 7 плюс 1, у которого две компоненты края. из которых одна первая, а другая вторая. при этом у нас любой из компонентов может быть пустым множеством, или пустым. Обе компоненты края. Пустые множества. Пустые многообразия у нас тогда получается многообразие замок. Ну, в принципе, поясняя слово кабардизм, этого, наверное, достаточно. Далее, пункт 2. Кабардизмы образуют категории. Ну, не все подряд, а, скажем... Некоторые... Вот здесь сейчас объясню. Некоторое множество мерных многообразий. Это объекты. Все нмерные многообразии? Нет, значит, не обязательно все. Может быть, только одно. Нет, ну если сказать, это просто. Просто. Ну ладно. Ну, в общем, нельзя. Смотря какую категорию берем. Вот, наверное. Почему? Берем любой набор мерных многообразий. И назначаем их объекты. И какой-то набор мерных многообразий. Таких, что вот... Край у нас распределенный между двумя размерными многообразиями. Это морфизмы. Это морфизмы. И являются морфизмами. И термогимблером. И термогимблером. Ну и вполне возможно, чтобы у нас, допустим, многообразие было одно. Но и морфизм был сегодня. Ну, в общем, в следующем у нас сколько угодно многобраний и сколько угодно сняло, то нельзя. При этом для категории требуется, чтобы у нас были три виальные элементы. Тривиальные элементы у нас очень просто. Сначала нужна композиция, потом тривиальные элементы. Ну, пускай так, да. В начале композиция. Композиция. Два многообразия. То есть два морфизма. Ну так, два морфизма. К ним применяется композиция, по правилу, что мы объединяем вторую компоненту трая. Первого компоненту трой. Первого компонента трой. Второй компонент. Отсюда компонент выберем с первой и с второго. Здесь у нас D, N получается 1, 2, N. Должно у нас совпадать с первым компонентом второго. Здесь такая вот специфика есть, что это не так, что у нас вторая компонента отсюда, она гомеоморфна. В первой компоненте оттуда и возникает вопрос о гомеоморфности. Какой гомеоморфизм брать? Нет, у нас как бы изначально многообразие эти объекты фиксированы, а к ним уже как бы приклеиваются одномерные. Как приклеены, так приклеены. И тем самым у нас уже... Однозначно ли это операция композиции? Да. Вот я только что объяснял почему. Еще раз давайте. Вот у меня один кусок физический есть, другой кусок физический. И я должен второй приклеить к первому. Я могу так приклеить, я могу так приклеить, я могу вот этот приклеить. Результат будет всегда один и тот же. По тому правилу, что у нас вот эти края, у них требуется только в том случае, если они вот являются этим общим объектом. Уже зафиксировано, что они одинаковые. Уже зафиксировано. То есть у нас можно... То есть мы не различаем вот эти два края. Если физически представлять, это значит, что у нас это общее примерное многообразие. И из него торчат, скажем, влево те кабардизмы, для которых эта компонентом является второй компонентом. А вправо торчат те кабардизмы, для которых это примерное многообразие является первой компонентом края. То есть они все разом там присутствуют, все в стене тожественны. И композицию двух кабардизмов выберем, ну просто выделяем многообразие, подчеркиваем ту последовательность из двух кабардизмов, которая получается. То есть если физически представлять, они уже сразу все склеены по общему примерному многообразию. Так. Но и здесь у нас в качестве афигемичных элементов выступают кабардизмы и так. МН на отрезок. Двое произведение отмерного многообразия на отрезок. Не помимо. МН на отрезок. Так. Имеется ввиду, что М1Н это 0, то что соответствует 0, а 2Н это то, что соответствует 1. Так. Следующее. Вообще-то, да? Вообщеum, они же тогда будут написать 0, 1. Атрезок на тот моментов, например? Ну, остались от 1, это вообще одно из извращений, чтобы начать место об mastereded. Три теории Кабардирова используются не только для многообразия, но и с подмогообразиями. Значит, у нас есть такой язык, как топологический парк. Многоразие н-мерное, а в нём какое-то многообразие н-к-мерное. То есть, н-к, вообще говоря... Ну, не больше, но строго меньше. Ну, что получалось под многообразием? Ну, чтобы было что-то непреальное. Потому что это АК у нас фиксировано для всех объектов. А АК вот, например, может совпадать с Н? То есть, у них размерность может или нет? Конечно, могут, но в этой конструкции это не информативно, но может. Но почему в произвольном н-мерном многообразии нет многообразия тоже н-мерное? Ну, есть, конечно. Ну, с крайней тогда будет получаться. Да, ну, можно. В принципе, можно, да. Ну, не совпадающая цель. Ну, я про это и говорю. Замы там выбирать, который с крайней. Ну, желательно... Шар взяли н-мерный, вот всё, пожалуйста, вот многообразие н-мерное. Ну, с шар, в смысле? Шар н-мерный, да? Ну, я про это и как раз... Ну, на самом деле, это... Ну, интерес, видимо, всё-таки представляет комерный. Например, взять двумерные поверхности. Замыкшие. А в нём двумерные и незамыкшие поверхности. Ну, приём кольца. Ну, да. Это понятно, но вот из соображений, которые на семинаре присутствуют, всё-таки, видимо, надо меньшую брать. Сейчас посмотрим. Ну, ладно, я не собираюсь вообще касать, использовать этот язык в самом общем виде. Этот язык будет только очень часто использован. Так, ну, а, соответственно, на единицу повышаемой размерности, многообразие под многообразие, у нас из таких вещей формируется морфизм. Ну, здесь я ещё какие-то ограничения должен говорить про то, как они склеиваются в краях этих парок. Также, значит, есть край у объемлющего многообразия, у объемлющего кабардизма. Под многообразие тоже выходит на край. Каплица номерная многообразие выходит на края кабардизма в виде примерных многообразий. И важно, когда у нас эти объекты совпадают, мы можем рассматривать, естественно, даже с линией и композицию. Ну, это равносильно тому, что если мы для каждого зафиксируем гомеоморфизмы фиксированные, то есть, которые мы считаем одинаковыми, как вы рисовали вместе, а можно отдельно, но уже это фиксировано. То есть, никакой вольности не допускается. Да, в этом формализме не допускается. Так, теперь, ну вот, Владимир Георгиевич, он пример дал, когда у нас в качестве кабардизма рассматривалась полоса, в качестве объектов рассматривались точки, и под многообразие это были дуги, соединяющие точки. На плоскости. Или абстрактные дуги. Нет, объекты были прямые с точками. Да, аморфизмы. Аморфизмы, вот полоса с дугами. То есть, край полосы, это две прямые с точками. А код многообразия внутри полосы, это набор дуг, которые эти точки соединяют. Понятно. То есть, ну, на плоскости как бы. Ну, на полосе. Вот, на плоскости это... Ну да, можно вложить в плоскость. Конечно. На полосе. Дуги нарисованы на полосе. А дуги-то могут быть с пересечением... Нет. Это, это, там, как бы, условность. Можно, наверное... Дело в том, если мы говорим под многообразие, то тогда дуги с пересечением это уже не под многообразие. Да. Вот я про то и говорил. Там уже точки такие. Так что, вот там, да. Ну, классические. А если не вкладывать, то можно. Ну, там уже такие тонкости. Это, кстати, творческое развитие это допускается. Я говорю про какую-то классику. А, теперь... Немножко по историю. Ну, историю в кавычках. А, значит, понятие довольно... Сейчас, а тензор нас разъединить, просто не связанное. Я бы даже тут не упоминаю. А здесь нам оно и не нужно. Нет. Ну, в категории оно выражено. Нет. Нет не обязанных. Это специальный вид категории. В тензорных категориях нужно тензорных, а в обычных нет. Во многих категориях нет такого тензорного развития. Нет, наверное, можно их определить неким привязанным способом тензорное произведение. Нет, тензорное произведение это, вообще-то, вещь, связанная с линейностью. Когда никакой линейности, в принципе, нету. Ну, в какой абстрактной теории категории будет тензорное произведение без линейности? Подразумеваю применение именно того, как вы упоминаете. Так вот, по поводу истории. Значит, понятие кабаризма сравнительно древнее, можно сказать, в нашей жизни. В 50-е годы. И тема в какой-то классической тематике считается довольно сильно исчерпанной. Скажем, Бершинин Владимир Валентинович, многим известный. Да, я с ним видался. Он занимался именно кабардизмами симплектическими. И эту тему он покинул, считая, как он выражался, «вымирающей наукой». И занялся теорией косвы. Он занимался кабардизмами. Видите, что у него руководитель был такой? Руководитель до сих пор занимается. Руководитель уже всё равно. Значит, я по поводу того, что теория кабардизма, я тут раздевать не собираюсь, используется только как классический язык. При том, что наука старая, язык, тем не менее, классический, и его нам положено знать. Да, Матвеев об этом сурово много раз напоминал. Ну, поэтому, скажем, отваживаюсь делать такой языковой доклад. Пятое. Для чего нам кабардизм полезны? Полезность нам. Ну, первым пунктом я бы назвал краткость. В некоторых случаях это позволяет добиться. Я именно краткость хочу проиллюстрировать. А второе... Я бы назвал так. Для солидности. Потому что у нас, скажем, в силу некоторой тематики, у нас важны... Топологическое квантовое теория поля. То есть, показать, что не в лесу живем. При случаях показать, да? При случаях показывать, да? Тренироваться показывать. Да. Ну, теперь по существу. Начну с углов. Начнем с того, как описывать что-то по узе. Часто описывают как язык-диаграмм. То есть, это вот граф с проходами-переходами. Вот. Но из рассказа о геограммах, что выглядит так несколько пустарно для школьников, наверное, да? Нам было бы полезнее, скажем, употреблять вот эту вот трехмерная сфера, в которой лежит отхоженность, но нестрандартным образом. Один. Как-то можно выстроить из патологической пары. Это, в принципе, достаточно, чтобы сказать что-то про узел в математическом смысле. Для узлов у нас есть... Ну, только с естественными ограничениями. Какими? Ну, например, есть же дикие узлы, когда там все закручивается до бесконечности. А, ну, можно сказать ограничение на гладкое вложение. Да. Кусочно гладкое вложение. А те... Там дикие узлы... Ну, их не надо, их нету. Нет, собственно говоря, если характеризовать узлы общего вида, то вот этого достаточно. А если мы хотим что-то там еще ограничить... Ну, гладкое вложение, сказать, и все. Ну, да. Если мы хотим, всегда ограничить. Ну, вот все про эти дикие узлы упоминают. Что-то вот руками крутят, что там закручивается до бесконечности. Как будто бы это противоречит какому-то свойству гладкости. Или вообще чему. Ну, не будем отвлекаться. Вот. Поэтому лучше и вообще про это не говорить. Ну, все. Вызил гладкое вложение. Даже дикие узлы, это тоже узлы. Если мы говорим просто узлы, то значит, по идее, можно охватывать эти дикие. Ну, они, в принципе, конечно, не противоречат ничему. По ним тоже точно так же можно склеивать, и все. В общем, мы ими не занимались, не будем пытаться. Мы не знаем, что это такое. Так, теперь... Чему? Во многих книжках там написано... Дальше. Здесь еще кабардисты вроде бы и не нужны. Теперь мы вспомним такой факт, что любой узел может раскладываться в прямую сумму примазанных узлов. И вообще у нас есть значок суммирования такой, да, решеткой? Да, решеткой. В общем, у нас они могут раскладываться. Раскладываться в связанную сумму. Есть операции, связанные с суммой. Операции, связанные с суммой, на языке аэропологических факт, требуют определенной такой вот... В нитериальной процедуре так можно шары выбрать, выкинуть, потом произвести отождествление. Ну да, так, собственно, делается. У нас есть возможность обойтись без операции вырезаний, если мы узлы будем трактовать только в одном. Итак, возьмем, посмотрим на такие объекты, как утолщенная сфера. И там, значит, собственная дуга. Я не буду вплотить эту дуга, это же обложение отрезка. Дуга вложена собственным образом так, что вот ноль переходит куда-то в первый край толщины сферы, а единица нашего отрезка переходит в первый край толщины сферы. Во второй край толщины сферы. А внутри она может быть заузрена. Да, заузрена в другую толщины сферы. Причем соединяющая разные компоненты. При этом у нас что является объектом? Объектом является сфера с точки, с выделенной точкой. Единственный объект. После этого у нас мы имеем автоматическую композицию наших толщинных сфер. Наши заузренные дуги будут склеиваться строго-последовательно. Вот заузренная дуга. И сколько у нас, относительно вот этой структуры прямого произведения, точка совпадает. Понятно, что я сказал? Ориентированных узлов и этих объекций. Значит, как можно посмотреть на толщиную сферу? Это трехмерная сфера минус два шара. Ну да. Так, я, наверное, немножечко не про это скольцал. Объект, значит, это сфера с двумя точками. Да, 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 точками. Значит, как формализм еще это поправить с этими начала коньей дуги, это мы сейчас еще посмотрим. Обратимся, вот у нас минус два шара. Эти два шара берутся на узле. Вот. Ну и, с двумя наделезными, так сказать, бусинами, с двумя шарами, вот множество таких узлов с выделенными точками, с двумя шариками. В общем, вот это множество таких объектов, оно равносильно объекту обычных узлов. То есть эти шарики могут быть перемещаемыми вдоль узла, и выбор этих шариков, он на результат выбранный, на результат типологически не влияет. Ну и теперь композиция. Так, теперь у нас узлы сразу выбрать, выбрать ориентированный. Вы сейчас что рассказываете? Я сейчас расскажу конструкцию, когда мы узлам сопоставляем вот такие вот кабардизмы, а композиция узлов это композиция кабардизма. Так, мы узлам кабардизм сопоставили, выбрав просто два шара. Не узлам пока сопоставили, а пары. Давайте вот, чтобы не было просто скорочков, значит, вот есть узел какой-то. К каждому узлу мы должны сопоставить вот такой кабардизм относительный. То есть толстая сфера с двумя дугами внутри. Как мы это делаем? Ну мы выбираем две точки на узле, выбираем шаровые окрестности. Не, не, я поправлю. Поправили две дуги внутри. Две дуги надо брать. То есть у нас, чтобы... И вот выкидываем эти два шара. Всё, это и есть тот самый кабардизм. Так, здесь возникает вопрос об объективности этого сопоставления. То есть можно ли разным узлам сопоставить одно и то же? Понятно, что узлу... Понятно здесь корректность этого сопоставления. То есть если мы в разных местах выберем эти шары, то будут изотопные просто эти кабардизмы. Но можно ли разным узлам сопоставить одно и то же? Ну это же очень просто. Ты берёшь вот эту вот конструкцию как полченая сфера с двумя дугами. И смотришь на неё вот с этой точки зрения. Как трёхмерная сфера с удалёнными шарами. А эти дуги формируют узел внутри трёхмерной сферы. А, и значит, чтобы обратно перейти, нам просто надо шар с тривиальной дугой. То есть дуга, которая ограничивает полудиск. А какой полудиск? Нет. Шар, в котором дуга, грубо говоря, из северного полюса в южный. Вот что это значит? С северного в южный. Это значит, что на неё опирается диск. Половина своей стороны, а вторая половина стороны диска на крайне этого шара. Нет, парадистка зря. Что-то, по-моему, это выглядит. Значит, то, что ты подозреваешь, это видимо, когда мы берём утолченную сферу с двумя дугами. Одну из дуг можно взять тривиально. Нет. Как бы вот эту вот, совпадающую со слоем прямого произведения. Но то, что это всегда можно, это следует, если мы посмотрим на эту конструкцию именно с точки зрения трёхмерной сферы с удалёнными шарами. Там мы можем просто чуть-чуть точку зрения поменять. Ну, как в нашей затопе. Вот. И... Нет, я тупую, но а формулистики вот это выделение. Что вот если у нас есть, да, значит, утолченная сфера, вот утолченная сфера, и здесь нарисованы две дуги. Одна какая-то там дуга, и вторая там какая-то дуга. Они могут быть дуга? Ну, в принципе, да, теоретически, а практически... Да. Вот. И мы должны здесь сопоставить обратный узел. Но для этого мы должны приклеить шар вниз и наверх. Трёхмерный шар с дугой, чтобы восстановить узел. Какая-то должна быть дуга. Вот секрет. Шар с древиальной дугой. Что это значит? Шар с древиальной дугой. Ты немножко путаешь. Смотри, 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 смотри. Вот как здесь. Здесь у нас шар... У нас дуга соединяет разные шары. Так я не про эту дугу говорю, а про вот эту. Ну а на торсе нет разные шары? Нет, она лежит внутри шара выбранного. А ты на своей картинке решил замкнуть, а он это и говорит. Он хочет достроить до узла в сфере. Я хочу достроить до узла в сфере. Мне надо приклеить два шара, трёхмерных шара. К нижнему основанию и к верхнему основанию. Так как у нас на каждом основании по две точки, значит мне надо приклеивать шар с дугой. Ну, я так полагаю, с тривиальной дугой. Что такое тривиальная дуга в шаре? Это вот такая дуга. Если есть шар, то дуга тривиальная, если на неё можно натянуть диск. Вот я про это говорю. Да, запутал. Нет, ну это самое. Я вот тривиальный дугой понимал тривиально. Оказалось, что надо вот, видите, тиск натягивать. Да, надо. Ну это не то, что натягивать, это критерий. Да, это критерий. Так, значит, теперь, чтобы у нас аккуратно с композицией получалось, нам надо, конечно, аккуратно объявить вот эти же концы дуг, что с ним происходит. Ну да, вот это вот можно представить действительно толщиную сферу, как такую полосу. У тебя дуги снизу вверх. Ну и композиция таких полос по стандарту, да, приклеиваем в полосу очередную сверху, совпадению этих концов дуг. У нас образуется новая полоса, опять с двумя дугами. То есть в этой модели как бы все описывается. Ну тут надо подчеркнуть, что у нас, когда вот такие две другие внутри полосы, то они направлены так. Одна значит снизу вверх, другая сверху вниз. Ну подразумевая заклейку шарами. Ну если из-за узла возникает, то да, а другая в другом направлении. Поэтому как бы концы разделены. Но суть в том, что у нас вот это вот, есть изоморфизм между узлами ориентированными и вот этими капотизмами. Изоморфизм очень большой. Почему это? Мы можем это помнить. У нас утир является связанной с суммой трёх. Не знаю, пяти, например. Мы можем в одну другу собрать один, а в другой четыре. Или одну в два, а в другой три. То есть это будут разные объекты твоей категории. Чему можем собрать? Узла есть связанная с суммой пяти разных узлов. Теперь я беру объект твоей категории. Одна дуга – это сумма трёх слагаемых из этих. А другая – сумма двух. И другой объект. Значит, одна дуга – это сумма четырёх узлов из сторонного узла. Чему это противоречит? Я говорю, что одному эталому же узлу соответствует два разных объекта категории. Разбиение на две разных композиции. Эти объекты в категории они разные. То есть какого ракома к изоморфизму речь может быть? Если одному узлу сопоставляются два разных объекта категории. Нет, одному узлу два разных. Нет, у нас сумма сопоставляется объект, который получается выкидыванием двух шаров. Ну выкидывание может по-разному. Нет. Ну мы же еле пушар с триллиарными дугами. Нельзя выкинуть по-разному. По-разному, по-разному, по-разному. Подожди, ты говорил, что вторая дуга не обязана быть незаузненной. Да. Значит, а в таком случае мы можем по-разному поделить на две заузненные дуги. А, правильно. Нет. Рассмотрим два таких относительных кабардизма. Значит, вот эта полоса. Там две дуги. Первая дуга. Значит, там идет триллисник. Одну триллиарную сделать. Нет, нет, нет. Триллисник. Нет, нет никаких триллиарных. Все, триллисник. А на другой дуге, значит, восьмерка, 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 восьмерка. Значит, это восьмерки все. Четыре штуки. Восьмерки. А это трилисник. Триллистник. Первое, значит, в коробе, второе кабардизм. Значит, это одна дуга, это трилисник. Восьмерка. И все. А второй дуга, это восьмерка, восьмерка, восьмерка. Три восьмерки. Значит это разные объекты. По пределению они не изотопные. А изотопию ты какую считаешь? Нельзя же узел перекидывать через основание. Можно. Потому что у нас это утолщенная сфера. Есть какое основание? Миша говорит, что можно вытащить. Можно. Дело в том, что у нас это не утолщенная плоскость, а утолщенная сфера. По утолщенную сферу можно обходить. То есть точка зрения... Это сфера и что дальше? Чтобы было понятно, опять вспомнить, что это на самом деле трехмерная сфера с двумя шариками. Которые могут ползать по узлу. Не меняя топологические картинки. Это фактически моделирует, почему одно изотопы другого. Это уже не затопы. Это бог знает, что получается. Нет, это нормальные затопы. Просто надо вспомнить, что это... Вот нижнее основание у нас нарисовано горизонтально линией. А вот это нижнее основание, оно опирается на сферу. И вот эту сферу можно обходить. То есть можно петли пробрасывать через эту сферу. И наш узел может переползти на другую нить. Можете вам рассказать, как это делается? Явно на этом языке без возврата к шарам на узле. Ну, вот я просто на верхнее основание, верхнюю обрубность замыкаю в такой рванчик. Это и есть изотопия. Ты берешь на одну и что-то там делаешь с другой. Но у тебя на другой-то дуге ничего не происходит. Как это происходит? А, может быть, вот это имеется в виду, что... Значит, если у нас есть вот этот слой, значит, и вот там где-то есть двойная точка, близкая к верхнему основанию... А, почему нет двойной точке? Ну, просто возьмем, у нас есть три висника, три вязаная... Подождите... Как переплатить три висника по-другому? Вот объясняю, вот объясняю. Смотрите, представьте себе. Значит, у нас есть двойная точка нашей диаграммы, близкая к верхнему основанию. И мы тогда вот эту вот... Как бы... И эта двойная точка там... Не, я понимаю... И мы ее вдоль этой сферы перебрасываем. Ради Бога. Перебрасываем. Но все равно остается независимым. Которая была независимым. И... Так вот, за счет этого, за то, что мы перебрасываем, у нас двойная точка попадет на ту другую вторую... Двойная точка на пространстве. Правильно? Мы рисуем-то мы на плоскости. Из пространства проекция берем двойную точку. Нет, вот у нас есть это самое, в первой точке на сфере находится. Ну, хорошо, у нас вот есть две люди. Мы взяли на одной дуге... Стали мы ее изотопировать, там, профилили ее вокруг этой самой нижней сферы, условно говоря. Да, надо сказать, эта дуга, она как-то поменялась. Ну, ведь другая эта дуга, она как-то... Что она вертикально? Да нет, нет, нет. Вот, значит, еще раз, смотрите. Представьте себе такую картинку. Вот у нас, значит, утолщенная сфера и одна тривиальная дуга. А, вот так картинка, значит. У нас, значит, утолщенная сфера и две тривиальные дуги. Одна сверху, а другая снизу. Ну, как бы, сфера... Одна, значит, тривиальная дуга — это северный полюс умноженный отрезок, а другая тривиальная дуга — это южный полюс умноженный отрезок. Вот. Значит, и у нас есть какая-то дуга узла, которая проходит рядом с верхней дугой и образует, ну, для нас двойную точку, для нашей теограммы. Тогда, когда мы ее перебросим на другую сторону, то есть вот по этой сфере вот так назад и вернем туда, то она зацепится как бы с нижней дугой. Ну, вроде бы. Вот она, возникает двойная точка на другой дуге. Ну, если вы будете идти по другой дуге, просто по ней по самой, она же так и пройдет сверху. Естественно, естественно. Так и что из-за нее меняется? Положение двойной точки. Вот что Филипп хочет. А, да. Здесь просто на узел это не влияет. На узел это не влияет. А как это влияет? Просто на одной дуге была зацепленная точка, например, двойная точка. Она же не перекочевывает на другой дугу. Дуга является тривиальной, это самое, когда она есть просто слой. Ну и что? Так. Ну, значит, вот ты там прокинул эти самые дуги и так далее. Ну, вдруг вторая дуга, все равно как слой была, так слой и остался. Ну... А если на дуге завязан три листья, то она не слой. Нет, нет, нет. Тривистник состоит из этих, можно сказать, двойных точек. Нет, слой, пожалуйста. И эти двойные точки дуга можно перебрать. Нет, у нас фиксировано. Если мы сказали, что у нас вторая дуга слой, значит, первая не слой, на которой тривистник. Ну, пускай время нанесло. Перебрасывает двойные точки. Нет, смотри, почему. Значит, вот у нас есть дуга с тривистником. Да. Мы тогда берем одну из сфер и начинаем вдоль этой дуги, завязанной тривистником, продавливать внусть этой нашей сферы. И эта сфера зауздывает сама собой. И раз, эта дуга стала тривиальной. Что такое сфера зауздывает? Ну, то есть, было два основания. Тут у нас какой-то узел. И мы начинаем точку на сфере, значит, продавливать вдоль этого узла. Вот. Видите? Вот так вот он начинаем. Мы ее продавливать начинаем. Это ни в чему. Нет. Почему? Сфера деформируется. Но у нас эта дуга станет тогда, вот когда мы ее додавим до нижней точки. Между ними короткий отрезок. Вот он, пожалуйста, новый слой. Новое расслоение толщиной сферы. Ну, а, как бы, оно индуцирует уже другое тогда расслоение этой сферы. И, относительно него, те другие-други станут уже не слоями. Вот, пожалуйста, то есть, как бы, слоение можно поменять. Сложнее тогда. Ничего несложнее. В общем, что-то... Понимаете, да? Что-то стало совсем... Это уже... В общем, было понятно до этого момента. А теперь стало совсем непонятно. Но ничего. Надо менять слоение, либо это самое... Конечно, да. Меняем расслоение. Нет. Я так понимаю... Михаил Алексеевич, вот это, вроде, стандартно или нет? Мне кажется, это... Очевидно, да, понятно. Мне кажется, это просто, вот... Как бы здесь, да, не пропустить бы какую-нибудь дыру. Нет. Дыры тут нету. Я думаю, что это, как бы, считается достаточно... Вот... Новости какие. Ну, в общем... Ну, в общем... Я так и понял, что Володя там мог без новости, поэтому и рассказал. Хорошо, да. Значит, Володя, это мы потом частным порядком обсудим сейчас, чтобы не застревать. Так, теперь... Следующая конструкция... Все-таки нам надо успеть... Да. А кто это самое? Остальное осветить. Так, пора. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. В руке у вас есть бумажка. Точно. Так. Значит, в чем выигрыш перехода к абальдизмам? В том, что теперь у нас вот суммирование узлов происходит, ну, как в рамках известной конструкции, кабардизмы, вписывается в такое понятие, как категория, объекты. И у нас, в общем-то, не требуется что-то там разрезать, выбрасывать и так далее. Потому что он выкинализал. Ну, да, можно сказать так. Нормально это выглядит так. Вот. Но, с другой стороны, можно посмотреть вот в рамках общего подхода, когда у нас... Многообразие с подмногообразиями, объекты, кабардизмы. Где-то как бы частный случай тут подписывается. Где уже поджидают что-то там. Объекты такого рода. Так. Теперь пункт 7. На то идем. Как бы рисовали, рисовали, а потом бросили, и у нас осталось независимое. Замкнутая диаграмма. Ну, я не буду тут переходы рисовать. И введена была композиция натоидов, и сформулирована теоремом без доказательств о разложении натоидов в сумму. Примальных натоидов. Вот. Что получается на языке кабардизма? Натоиды можно представить как, ну, скажем так, Так вот, чтобы не с формализмом, так сказать, особо не загарможнать. Сразу скажу идею. То есть у нас мы берем плоскость с двумя дырками. Для начала. При этом у нас ведь разрешалось через внешность перебрасывать, то есть на самом деле сфера с двумя дырками. И композиция натоидов – это вот склейка двух экземпляров по краям этих дыр. Получалась снова сфера с двумя дырками, но уже со сложенным узлом. Ну и, значит, на языке кабардизма можно посмотреть на такую вещь, как сфера с двумя дырками – это кольцо. Кольцо – это окружность на отрезок. Тогда получается S1 на отрезок. И умножаем на прямую. То, что на нас смотрит. Ось Z. Ну, это вроде как цилиндр. Да. Толстый цилиндр. Толстый. Толстый цилиндр, да. Толстый цилиндр, и в него вложена дуга. Я букву I использую. Я понимаю, что она туда вложена собственным образом. То есть у нас один конец на одном краю, другой конец на другом краю. Причем точки должны совпадать. То есть у нас объект получается на бесконечный цилиндр, а крупность на прямую. В нем выделены две точки. Значит, точка P, P, A. Так. Она выделена одна точка P. На окружности где-то. Ну да, так сказать, на окружности одна барисная точка на оси можно даже P. Окружность, если... Ну, 0,0 там, если ее углом F параметризовать. Ну, F плохо. Лучше комплексными числами. Тогда будет единица. С1 считаем как множество комплексных чисел по модулю равных умниц. По множеству комплексных плоскостей. А P тогда у нас прямое произведение единички в ближайшей на окружности. Немножить на 0, которая бежит на вещественную систему. Вот. Вот это у нас объект. Один единственный объект. И, значит, утолченные цилиндры с дугой, которая соединяет точки на одном краю, P на первом краю, P на втором краю. Это у нас, соответственно, маркизмы. Карбардизма равно маркизму. Возникает вопрос объекции. Тут нет никаких проблем с объективностью. С объективностью? Ну, на самом деле, нет. Потому что у нас по правилам что такое? Диаграммы, как обычные, диаграммы узлов. Только через эти концы перебрасывать не можем. А у нас там как раз вертикальная дыра, колодец. То есть, если мы умножим нашу сферу на вещественную ось, то этот колодец нельзя пересекать. Ну, два колодца. То есть, правила действия, они обычные. То есть, как у нас диаграммы узлов соотносятся с узлами топологически. Так же и диаграммы натоидов у нас соотносятся с этим объектом. Вот, я помню, Тураев, значит, вам возражал с тем, что, значит... Ну, вот, вы сейчас спалкуете о том, что, значит, натоид — это некая дуга в кольце. Не совсем. Диаграмма дуги. Это если диаграмму делать, да? Да, диаграмма натоида — диаграмма дуги в кольце. Кольцо — это абстрактный объект. Его можно вложить в плоскость. Так что у него, значит, вот эта полоса сверху вниз идёт, а слева как бы первая дырка этого кольца, а справа вторая дырка этого кольца. И тем самым у нас получается дуга, которая как бы слева точка у неё и справа точка. Ага, это не противоречит тому, что натоид нельзя. Ну, неприятность только та, что кольцо... Ведь можно вот это... Узел может обходить кольцо. Кольцо, конечно. А ты, если вот сейчас вот изобразил, что это, мол, полоса, которая уходит вверх бесконечно, с них бесконечно. Ну, вот так вот пробрасывать через бесконечно. Это означает, что надо разорванную делать, да, диаграмму. Ну, это деталь, да, да, да. Ну, она как вот с этими условностями можно, да. А, ну да, я просто засомневался, что вот натоид нельзя представить вот в таком виде, что точка, потом пошли что-то тут крутим-крутим-крутим, и направо идёт, и точка. Вот, не любой натоид можно в таком виде представить. Ну, конечно, потому что кольцо, значит, мы можем подлежать. Да, значит, и вот когда так будем делать, у нас как раз и будут вот эти вот тут загибы. Ну, собственно, как бы на уровне языка этим-то всё и сказано, что можно вот на этом языке формулировать факты разложений кабардизма, ну, элементарные... Так теоремы будете формулировать или нет? Ну, теорем будет звучать примерно как множество вот этих объектов и заморф на множество натоидов как диаграмм. С операцией, связанных с умерами? Да. И композиция, и морфизма в соответствии. Если формулировать, то вот так. Обязательство очевидно, да? Ну, оно почти очевидно, я думаю, что... Или там надо что-то проверять. Ну, правда, тут всё число. Вроде кажется, что да. Да. Мне тоже так кажется. Вроде, да. Просто переформулировали на другую язык. Мне кажется, не очень интересно сейчас ковыряться в формализме доказательств. Потому что надо отслеживать тогда формализм на языке диаграмм. Нет, нет, здесь не о формализме речь, а есть ли какое-нибудь явление, которое может помешать. Ну, да. Это и есть вот отслеживание формализма. Формализм – это один из способов заметить это явление, но не единственный, может быть, его и так видно это явление. Ну, его, наверное, здесь нет уже. Это уже философия. Ну, да. Ну, ладно. Филипс, по-моему, битерин философия. Не будем привлекаться. Так. Значит, что я ещё имею на эту тему? Рассказать такого, не сильно такого сложного, но, как мне кажется, содержать? Да. Значит, у нас есть такая конструкция, в связи с натоидами, как верхние и нижние узлы. Яна рассказывала в прошлый раз, тоже про них упоминала. Да. И вот, например, можно задаться вопросом, а можно ли в рамках вот этой конструкции кабардиров реализовать эти верхние и нижние узлы? Да. Оказывается, нет. Потому что, что такое вот тут, как говорили, это бесконечный цилиндр. Вверх-вниз уходит стена бесконечная, да? А нам нужно соединить концы дуг. Мы не можем, как бы выйдя с одного края, как-то пересечь эту стенку и разрушить другую сторону. Такая возможность отсутствовать. Ну, это не значит, что нельзя это сделать. Ну, можно. Если брать другие объекты, то есть по-другому как-то поставить, а вот как-то по-другому. Да. Вот я говорю про то, что тут уже надо либо что-то сильно усложнять с этим бесконечным цилиндром, например, за счет топологии, ну, его как бы прижать. Устроить гомеоморфизм на ограниченный цилиндр. Фактически на полный тор. Ну, да. Заток должен был полный. Да. Как-то его зажать. Я думаю, его уже обходить. Можно сразу ограничиваться полным тором. Но если полным тором, тогда, если, например, рассматривать вот такие вот дуги, вложенные в полный тор, то тогда у нас композиция усложняется. Тогда можно композицию, например, делать по пальцам. Ну, может быть, такие тогда присты, чтобы не было голословно. Вот, подожди, смотри. Вот такая модель. Так, нет, я это говорил. Ага, я это сказал. На торе, да. В полном торе. То есть, фактически, это мы берем тот самый толстый цилиндр. Ну, отрезаем вверх-вниз. У нас получается с податным сечением полный тор. И тогда у нас вот где-то дуга соединяет две точки на вертикальном кольце, на двух вертикальных кольцах. Но склеивать тогда мы должны эти полные торы такого вида по кольцам. Недостаток, ну, значит, склейка. Ну, вот, как край получается? По кольцам. Ну, склеивая по кольцу. По краю склеиваю. Склеивая по кольцу. У нас есть полный тор, край которого разбит на 4 параллельных кольца. Ну, вот я и говорю. Значит, два края, два края верхний и нижний, это вот как раз те штуки, которые... Бесконечности входили. Что? Которые входили в бесконечности и по которым при описании кабардизма склеивались? Нет. Нет. Склеивали по вертикальному. По верхнему правому. Вот они. Да, 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 да. Вот они они. Склеивали по вертикальному. Видите, то, куда опираются. Бесконечные цилиндры, теперь мы рассматриваем ограничения. Те кольца куда упираются? По нему склейка при связной сумме делается. Я про это делаю. Так они не вверх-вниз, это наоборот, боковушки. Внутренние и внешние боковушки. Вон за штрихованы. Нет, а чтобы склеивать-то? Кого? Их надо отождествлять. Если сверху смотрим. Да не верх-вниз. Верх-вниз они раньше уходили в бесконечность, их не было. У нас в конце дуг. Поэтому при композиции они вообще не участвовали. Значит они здесь не участвуют. В конце дуг выходит на вертикальные края, на вертикальные кольца. Они должны склеиваться с... На боковушки, на боковушки, да. Вид сверху. Одно кольцо, второе кольцо, а внутри, значит... Все, я это собрался... Это плохо. Так бы настроился... Какая разница? Одно в другое вкладывать или сверху... То, что вы говорите, это просто надо тогда соединять нижнее и верхнее с кольцом. А тут склеены вот внутреннее снаружи. А я вообще так и понял вообще-то. По рисунку... Значит я все время горизонтально рисовал. Нет, вот тут на рисунке первая точка внизу лежит, а вторая... Нет, она лежит на внутренней боковушке и на внешней боковушке. А здесь вот там... Значит, вот склея по кольцу... Так вот, Михаил Алексеевич, ну тогда давайте это самое... Я уж, так сказать, и грамотно стою. А нельзя так подвинуть, чтобы они лежали на одном... Можно применять гомеоморфизм полного тора, меняющий меридиан на параллель. Нет. Не, они тогда будут лежать вверх и внизу, я договорю. И тогда можно их на таком блинами укладывать... Дайте хоть договорю. Подвинуть их так, чтобы они лежали на одном, например, верхнем кольце или на нижнем. А с такой целью? А с такой целью зачем? Можно или нельзя? Это можно, но нам... Нам же нужно, чтобы образовывалась новая дуга с двумя концами. А то, что вы предлагаете разместить на одном кольце, если мы... Кольцо с двумя точками с одного тора, с кольцом с двумя точками с одного тора... Нет! Это же предлагает... Михаил Алексеевич предлагает вот они на левой, на внутренней, внешней боковушке, и поднять их все, чтобы они лежали ровно вот на этих окружностях. Это что ли вы предлагаете? Да, да. А зачем? Ну как бы лучше не надо. Лучше не надо, потому что как бы лучше, когда основания лежат все-таки внутри колец, а не на их краях. Нам же нужно высветать композиции и иметь опять объект такого же сока. А так он будет как бы касаться верхнего основания. Просто тогда диаграмма, она бы имела такой ясный смысл. То есть она вот на кольце вертится, там что-то уходит вниз, вот и все. А так она, так сказать, на самом деле, диаграмма-то она, как сказать... Так и есть. Профицируем все на одной из оснований. И вот это крутится, и так и действует. Чтобы концы были закреплены на верхнем основании, например. Это не нужно. Нет, если мы склеим еще пару таких вот торов, у нас тогда получится дуга касается потом объединенного века. Крыша. А это уже отклонение от конструкции. У нас же должна дуга быть вложенной внутрь собственная. То есть внутренность дуги должна внутри лежать, а концы на краю. А тут вы прилагаете. Ну ладно, значит касание дуги плохо. Дуга оказывалась на краю. Класс не надо, значит не надо. Да, ладно. Значит, здесь склейка по кольцам, ну скажем так, допустимо, но несколько отклонений от классики. Мы склеим уже по многообразию с краев. А хотелось бы, наверное, все-таки склеивать по краям целиком. Спрашивается, можно ли? В этот момент ты же можешь взять кабардизм, когда вот эти верхние и нижние основания уходятся. Там же нет ограничения, что вот эти нервные многообразия обязательно замкнутся. Да, да, да. Я вот как раз говорю, что классика требуется именно замкнутости. В принципе, можно, конечно, изобретать конструкцию, когда на самом деле нет. Вот. Но для начала посмотрим на это со спортивной точки зрения. А можно ли поменять конструкцию, чтобы можно было делать верхние и нижние узлы. А, кстати, на эту тему я еще не сказал. Как теперь верхний и нижний узлы-то делаются? Вот. А верхний и нижний узел делаются, добавляя к такому полному тору, тор сверху, но так, чтобы его меридиан приходился на параллель. Да. Все понятно. Тогда у нас получается трехмерная сфера. Да. И в этом дополнительном полном торе можно выбрать дугу, замыкающую нашу дугу на торе. Но в полном торе-то дуг много. Какую вы хотите взять? Либо сверху обходим, либо снизу. Что это значит? Нет. Значит, мы приклеиваем к этому полному тору другой полный тор. Да. С дугой внутри. Да. С какой дугой? Ну, как приклеиваем, вы сказали, значит, меридиан в параллель, параллель в меридиан. Да. А дуга-то какая внутри? Изотопная. Это сразу тому, как дуга. Ну да. Вот я нарисую полный тор. Вот две точки. И у нас дуга либо по верхней дуге меридиана может пойти замыкающая дуга. Либо по нижней дуге меридианального диска. Да. Ну все. Но они в полном торе изотопные. Поэтому и... Нет. Нет. Они не изотопны. Значит, у нас есть один полный тор. Вот этот тор. Полный тор. Значит, на краю две точки. И как-то, значит, узел. Да. Мы берем другой полный тор. На краю две точки. И внутри мы рисуем какую-то дугу. Да. И мы, значит, приклеиваем второй полный тор к первому. Да. Значит, так, чтобы, значит, меридиан в параллель, параллель в меридиан. Ну какую дугу здесь надо выбирать? Ну... Или для построения верхнего вынужденного просто гомимофриста приклейте, другой будет? Ну и просто-напросто... Или мы выбираем всегда здесь дугу, которая изотопна... Изотопна... Вот она изотопна. Либо вот этому варианту. Либо вот этому. Ну это одна и даже дуга. Внутри наружного. Вот внутри вот этого горизонтального тора с натоидом. Эти дуги изотопны, конечно. Но при этом... Нет, нет. Это внутри второго полного тора они изотопны. А внутри второго тора они не будут изотопны. Второй это с натоидом или без него? у вас вещество снаружи они затопны тогда по наружному где вещество но для затопности надо чтобы они протаскивались по меридинальному диску а это параллель там это верхняя и нижняя дуга они в совокупности образуют параллель вы рисуете на одной картинке вместо двух картинок непривычно смотреть а это значит два куска которые параллель вместе как можно реализовать все таки это можно сделать с помощью утолщенного тора ну в общем то это то что Володя формулировал то что это можно сделать на торе с помощью утолщенного тора я хочу рассказать реализацию на торе в утолщенном торе так что у нас композиция уже делается не по каким-то кольцам не замкнутым по торам но эта конструкция уже позволяет еще и реализовывать верхние и нижние узлы так что в утолщенном торе мы рассматриваем уже две дуги вот давайте одна дуга у нас будет заусливание она нереальное подчиненное зимовому произведению вот это утолщение и требование такое что вот эта заусливая дуга она не пересекает кольцо которое содержит вторую дугу тривиальную что за кольцо ну какое-то кольцо значит ну сейчас мы тогда попробуем формально написать что было так у нас торт это прямое произведение окружности на окружность да окружность это у нас комплексные числа по модуле единицы чтобы проще было точки определенные задавать нам нужно выбрать точки P и Q на краю тора ну на торе у нас ведь объект это тор с двумя точками значит точка P это будет 1 умножить на 1 а точка Q будет точка минус 1 умножить на 1 вот так или она понятна? да или на минус 1 чего? минус 1 на минус 1 зачем? ну больше чтобы они на одной окружности лежали то есть на одной окружности у нас на одной окружности у нас на одной окружности у нас пояснили точка на другой взяли и поположили точку так теперь значит значит две другие одна буга соединяет ну скажем так первая буга у нас точка 0 отображается P умножить на 0 0 это у нас уже точка на отрезке 1 1 отображается P умножить на 1 конечными из отрезка вторая дуга 0 U на 0 а 1 U на 1 ну это две дуги получилось да причем E2 у нас тривиально то есть у нас E2 можно обозначить как прямое произведение Q Q на отрезок ну и все у нас вот можно рассмотреть кольцо Q на I а Q на S1 на I и вот об этом кольце идет да да то есть вот это кольцо оно как бы разрезает нашу толстую толстое кольцо получается требуется чтобы первое туда укладывалось внутри этого кольца то есть чтобы кольцо лежало в полнотуле а? ну все лежало в полнотуле но то кольцо не пересекало то есть фактически умещалось в полнотуле умещалось в толстом кольце ну в полнотуле да и дальше у нас композиция все точно так же поскольку у нас объект вот один тоже с двумя точками склейка там первого края второго края первого толщиного тора с первого края второго толщиного тора происходит по стандарту вот вторые первые дуги склеиваются в какую-то новую первую дугу вторые дуги склеиваются в новую вторую дугу тривиального вида и в общем у нас опять получается объект такого же сорта ну а дальше уже у нас есть возможность производить завыкание с помощью полного тора внутри полный тор можно вклеивать и снаружи можно полный тор вклеивать ну в общем в этом идея как можно добиться возможности конструировать верхние и нижние узлы ну скажем в рамках классических кабардизмов где у нас объектами служат замкнутые поверхности вот вот не понял склеишь эти два полных тора к разным основаниям а как в верхнем и нижнем так значит значит мы делаем так 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 как бы это прошлый случай не получился то есть внутрь мы вклеиваем полный тор ну с какой-то там дугой а снаружи вот так же как и раньше да ну это дуга она теперь останется вся будет лежать как бы по одной стороне от этого толстого толщиного тура еще раз какая дуга значит у нас есть форму горя верхняя и нижняя основа теперь к нижнему основанию приклеили полный тор и в этом полном торе лежит какая-то дуга ну верхняя основа у нас пока еще ничья не закрыли ну это дуга, а что с чем она соединяет? две точки, которые там были на нижнем основании там две точки были отмечены да, внутренний полный дуга ну допустим, каким-то, как бы непонятно, как выглядят да, 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 любым ну ладно так, пократчайше, пократчайше ну хорошо, пократчайше неважно, потому что у нас одна-то дуга тривиальная поэтому, что бы мы внутри не навязали этот узел сталкиваем по этой тривиальной дуге на внешнюю дугу, которую мы уже приклеиваем меридиант параллельно потому что, откуда два варианта возьмут верхнюю и нижнюю? а за счет внешнего тора, который так же, как в предыдущей конструкции ну то есть, внешний у тебя вообще получился узел тебе нужно приклеить оба тора да ну вот, то есть, один приклеил замкнул, другой приклеил замкнул ну хорошо, вот получился узел нет, просто внешний тор можно выбрать двумя способами ну так же, как в предыдущем случае, внешний тор, его меридиант совпадает с параллелью нашего получившегося торного тора ты практически выбираешь разные варианты соединения этих двух точек по торе да ну их на бесконечном уровне почему их уже не было? нет, ну для того, чтобы получать тураевскую конструкцию, нам нужно брать ровно два варианта так и у тураева, потому что верхнюю, это так только мы говорим, верхнюю дугу, дескать, докинули а ведь можно докидывать верхнюю заусленную дугу нет, у него строго говорим не вот и здесь та же оговорка а здесь я могу отнять две точки на торе я их могу не заусленной дугой соединить бесконечным числом образом как? насчет бесконечной решения тогда надо пояснить, что это не заусленная дугая вот тебе две точки, вот она начинает вот так вот крутиться, крутиться в доль параллели тора ну например это заузленная дугая как же она заузленная? нет, а чё она? в чем она? нет, нет, там-то она может быть и не заузленная ну а чё она бояться-то? ну накрутишь? ну это без конечного варианта нет, а с точки зрения, ты же сам скажу такая заузленность, ничего нового не даст ну ты как бы спираль рисуешь, потом понимаешь а чё она заузленность? ну я не очень понял ну просто я черкаю ну просто я черкаю фиксированной системой координат там параллели между диагностями я могу крутить здесь параллели, могу вдоль мерить диазм могло быть какой-то из значит, я говорю, что применяются два способа заклейки ровно как в предыдущем в предыдущей конструкции нет, а я говорю, что тут бесконечный исход совершенно равноправно ну возможно нет, просто я не понимаю, почему они совершенно равноправно а чем они отличаются-то? ну ты зафиксировал вначале некую систему ну что значит это самое? у тебя же совет две точки на торе ты ровно эти же две точки мог в другой системный координат расположить какая разница? они от системы координат не зависят никаким образом ну допустим ну значит, тогда эти самые параллели меридьян они могут быть хоть так любые две кривые обычные параллели меридьян на торе ну ладно но они же с самого начала фиксировали в полном торе у нас меридьян фиксировали мы же их не в последний момент вводим а в самом начале как зафиксировали ими и пользуемся и на них опираемся кстати, суд Тураевских верхней мыши они же не в том, что их два разных а в том, что, например, там берешь у них, так положим, они там минимальное число перекрестков добавляющихся, но одинаково ну нет, я как раз понял, что вполне реальная возможность что они разные и все, вот на это иначе в этом уровне нижнего угла по Тураеву как ты добавляешь в сфере сверху ты на счет изотонки можешь сделать так, что число добавляющихся перекрестков будет одинаковое и оно будет неким минимальным минимальным то есть они не независимы это не просто две каких-то другие а между ними существует связь ну, возможно я сейчас так бы вот эти детали тут, мне кажется, вообще неуместно обсуждать ну, то есть я говорю, реализация реализация это некая конструкция, которая вообще, говоря, с Тураевской ну, непонятно как соотношется ну, ладно суммы там и прочее да, здесь, конечно, все это ровно один в один понятно мне что-то кажется, что тут просто какое-то недопонимание в конце концов я не собирался ничего радикально нового на этом языке получать нет, я же выгляду по-новому я боюсь, что это как-то другого это не то же самое это не Тураевский верхний и нижний ну, ладно будем считать, что это вопрос для Куланов обсуждений так, теперь ну, короче говоря можно формулировать последний пункт вот этот девятый который прозвучал что реализация замкнутыми многообразиями в качестве объектов достижимых и вот он последний я сказал так, одна из таких реализаций теперь десятый пункт десятый пункт процета кривые вот это кривые нам тоже назывались в виде диаграмм суммирование вот это кривых вот что хотелось бы реализовать с помощью канализма значит это кривые что у нас такое ну вот возьмем два триода с концами один два три один два два три три и у нас должна первая дуга с первым концом коррекции вторая со второй при этом дуги взаимно пересекаются как у узлов проходы-переходы то есть дуги не пересекаются в пространстве расположенных да 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 то есть это называется вложение трехмерной трехмерной сферы или топологическая пара трехмерная сфера и тетограф тетограф ориентации у нас возникает возможность суммировать вот это кремление то есть конец чтобы просуммировать на языке диаграмм нам предлагалась такая конструкция что мы располагаем друг напротив друга на подходящей диаграмме подходящей за копией концы конец первой дт-кривой начало второй и потом делаем сглаживание первая с первой вторая третья 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 когда у нас получается новое вложение дт-кривой в трехмерную сферу и тоже она у нас размечена также согласована с исходными ориентациями нумерация ребер тоже согласована ну и на языке кабарбизов тоже хорошо излагается если мы возьмем удалим окрестность вершинки получаем утолщенную сферу с тремя дугами которые соединяют края утолщенной сферы с тремя дугами которые соединяют края соответственно соответственно нумерацией краев и дальше у нас стандартным образом определяется композиция то есть у нас концы первых людей можно считать одной и той же точкой двумерной сферы объект сфера с тремя точками сфера с тремя точками и дуги соединяют соответствующие точки ПСП У РС в общем вот тета-кривые и суммирование тета-кривых тоже на таком языке формулируется сейчас вот вирус рассматривает диаграмму на языке он вложен даже чуть ли не в многообразие он удаляет шары содержащие вот эти пляшины что-то там вполне возможно что это ну да я не думаю что я тут какую-то революцию совершаю это вполне такой язык но я хотел обратить внимание что все объекты которые у нас к правилу на языке диаграмм относятся они выглядят как экзотическими они все попадают в это понятие и то что Турайк этим интересуется с точки зрения вариантов оно на самом-то деле перекликается с этими стопологическими квантовыми теориями именно благодаря этому понятию паболизма и в общем-то наверное все что я хотел рассказать но как бы других примеров пока я не не помню что еще можно с этой точки зрения рассмотреть ну вот твою конструкцию тоже я думаю как ты рассмат закруется к Туре тоже можно подносить на таком языке у тебя правда были такие Туры снабжались двумя амортизмами но на самом деле можно зафиксировать таким способом классическим как это делается в теории для объект одной точке и потом только говорить различных абортизм с другими двумя с другими Продолжение следует...